Друзья, давайте поможем Максу, он поставил цель к Новому году набрать тысячу подписчиков. На его канале вы увидите разбор тренировок и питания, а также получите нереальный заряд мотивации. Также Макс снимает свою повседневную жизнь, где он ставит цели и достигает их. Ссылка в описании. Просто подписывайся, это выражало как год. Просто насрали чувака вообще. Всем привет, друзья. Мы, короче, наткнулись с Аньком на видео Кирилла Терешина, фрика, который сейчас завирусился вообще по всему интернету, на всех фитнес-каналах и не только. И решили снять свое мнение, как всегда, вечерний Морис. Поехали. Самое, наверное, необходимое, что вам нужно знать, это появился такой в сети фрик, так сказать. Парень, который полностью выглядит очень худым, но при этом он накачал синтола в свои руки. И его бицепс и тридцепс в обхвате доходят уже до 60 или 60 с чем-то сантиметров. Причем сам он весит 62 килограмма. То есть это, ну это просто полный жесть. Ну, во-первых, да, просто представьте, какие последствия. Он надевает куртку либо кофту, сам он дрыщ, а битки у него огромные. Какие нужно куртки и кофты для него делать? Вот с такими рукавами, что ли? Это вообще жесть. Это получается небюджетно, то есть тебе нужно будет ходить, специально перешивать это под себя, чтобы рукава были огромные, но при этом ты худой, и само тело, значит, нужно. Это очень неудобно, да. То есть, во-первых, это внешность, это очень некрасиво, тебя не возьмут на работу никуда. Даже учителей, у которых там татухи где-то на лице, либо, не знаю, на руках даже может быть, их не возьмут на работу, потому что как бы для детей плохой пример. Да, потому что внешний вид все-таки очень важный. Да, внешний вид. Второе, это неудобно максимально, учитывая, что он еще хочет там где-то с чего-то широчайшие мышцы залить. Да, он будет по одной колоть, наверное, здоровая, а другая маленькая. Это такой жестяк, вы представьте, какой это крокодил будет. Третья причина в том, что очень маловероятно, что он найдет себе нормальную девушку, просто потому что если ты фрик, то и найти кого-то нормального себе будет очень сложно. Скорее всего, он, возможно, найдет фрикичку какую-нибудь. Да, и это будет такая фрик-пара, что уже очень странно. Ну или никого не найдет. Ну что, насрали чувака вообще. В общем, ты говно. Следующее, это то, что сейчас у него такой хайп взлетел, у него много там просмотров на видосах и так далее. Но быстрый хайп утихает очень быстро так же. Да, это как правило. Да, это как правило. Если ты стрельнул, то через какое-то время... Быстро просто слетишь вниз. Про тебя забудут, но он останется этим фриком. Он-то такой думает, сейчас я везде буду пампить своим этим синтолом. И буду этим зарабатывать. Да, буду зарабатывать. Скорее всего, да. Но проблема в том, что вряд ли ему какие-то рекламодатели там будут рекламу вообще давать, потому что такому уроду, ну, блин, какую рекламу можно дать? Ну, даже если, допустим, ему предложат какую-то рекламу, и какое-то время пока... Рекламу синтола, если только еще. Ну, да, ну, все же, все равно, если ему предложат какие-то рекламодатели что-то, и он на этой волне хайпа что-то сможет заработать, проблема в том, что это очень быстро уйдет. Да, быстро очень слетит. Проблемы со здоровьем останутся, проблемы в личной жизни останутся, а зарабатывать чем-то нужно будет. Да. А сейчас мы поговорим о проблемах со здоровьем, какие у него могут быть, и вообще, почему он может умереть. Короче, ребят, самое основное, это то, что из-за использования синтола у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. И самое первое, это гнойный миозит. Мы сделали специальный список, поэтому смотрим туда. Да, вот тут. Гнойный миозит, это, в общем, когда из-за того, что вы используете синтол, у вас начинает гнить тело. Да, давайте я скажу научным языком. Из-за частых инъекций мышцы проникают в стафилококки. С током крови инфекция разносится по всему организму, образуя гнойники. Это первое было. Второе. Это гангрена. Санек, объясни, что такое. Ну, гангрена, это... У всех наверняка была ситуация, когда вы ночью спите и просто отлеживаете руку, потому что кровь не поступает в эти участки тела, и как бы вы перестаете ее немножко чувствовать. И то же самое здесь. Из-за того, что масло, это синтола, но твердеет внутри мышц, и у вас кровь перестает поступать или поступает меньше, из-за этого могут возникнуть. Да, рубцы от инъекций нарушают нормальное движение крови, начинается омертвение тканей, приводящее к компутации конечностей. Третье. Это атрофия мышц. Что это значит? Ну, атрофия мышц, это когда они уже не могут выполнять ту функцию, которую выполняли раньше. Да. То есть жировая основа синтола ограничивает приток кислорода к мышечной ткани, лишает ее питательных веществ, вследствие голода, мускулатуры, перестают нормально функционировать ваши мышцы. Что это означает? Когда вы заливаете, то мышцы раздуваются, и они уже нормально не могут как бы натурально сокращаться и наоборот растягиваться. Последнее. Это тромб артерий. Если инъекция сделана неправильно, синтетический жир попадает в вену, образуется масляный тромб, вызывающий инсульт, или закупорку легочной артерии. Что это значит? Это значит, что если у вас образовался тромб, он начинает гулять по всему организму, по артериям, и если он попадает, например, в сердце, либо куда-то в мозгу там, в какие-то артерии, то происходит просто разрыв, да, кровяной исток, или как сказать? Ну, просто вот этот вот канал, по которому идет тромб, он забивается, только за это набивается, и как насос, он пробивает шланг. Да. Вот и все, и у вас происходит инсульт, либо в мозгу, либо в сердце, либо, не знаю, где он еще может быть, это мы не знаем, мы не врачи. Но от этого можно умереть, либо остаться инвалидом на всю жизнь. Да, поэтому основная идея этого видео, ребят, пожалуйста, никогда... Вы, конечно, можете смотреть, посмеяться, там, радиозвлечения, да, но никогда даже не думайте о использовании каких-нибудь там синтольных масел, потому что это просто убьет вас и личную жизнь, и плюсом огромнейшие проблемы со здоровьем. Это того не стоит. Да, и запомните, что это уродство, это никому не нужно, и вы никому не нужны будете. Аминь. Всем большое спасибо за просмотр, ребят. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Подписывайся на инстаграмчики наши. Да, которые будут где-то здесь, блядь. Если хотите, чтобы мы еще что-то обсудили, пишите в комментариях, и мы сделаем видео. Всем удачи и пока. Пока! Йо-ба-ба.